Раньше это партизан, у нас только в Брянской области, это называли партизанские волки, партизан, много было. Вот у меня дядя был, он главным там, как он, командиром был этого отряда. И по ночам ушли, в три часа был такой бой, за пять километров, они из своей землянки ушли. И бой кончився, пришли сюда на лыжах, притащил раненого еще на плечах. И вот своих же, сколько было таких фашистов сказать. Сразу доказали, пришли, и его на месте расстреляли, дядю моего, и этого раненого. А хоронить уже там наказал сосед, пошли ночью на санках притащили и ночью хоронили. Раньше были партизаны, а потом и такие были партизаны, придут, попросят, дайте что-нибудь поесть, или портянки там обуть, чего. А другие приходят, они все подряд берут, мяшки накладают и уходят. Даже коров свалили. Не спрашивают, и свиней, день начнется, лето, ночью приходим из леса дома ночуем, день начнется, немцы идут. Идут, тележку набивают, курей, гусей, у всех забирали, тележки на продукт уехали. Просто обдираловка какая-то была. Сейчас, пока я не забыла, расскажу про учительницу. Вот как здесь дети, берегите своих учителей. У нас была учительница, она такая была добрая, муж ее был в партизанах. И она была тоже, как-то сюда бы вам сказать. Можно поднимать, я все-таки хочу там рвану посадить, можно? Не надо, подсадить. Среди посадки. Ну, партийный был муж и она. И доказали, мужа где-то убили, сразу же доказали, расстреляли и пришли за ней. Увезли ее в городок ночью. И на завтре сказали утром расстрелять ее. А дети двое дома отстались. Там был сторож, он был знакомый, старичок, говорит. Доченька, я уже свое прожил, давай я тебе открою и ты убегай. Он открыл ей эту, куда его посадили, в Волган там какой. И она три километра босая по снегу, по снегу удрала. Ушла, выжила она. И после войны поехала она в санаторию, где она в Сочи была и где она там была. Едет в автобусе и увидала этого предателя, который ее, ну, под расстрел хотел сдать. Она раз пришла мимо, поглядеть, не узнала, второй раз. Потом узнала и пошла за ним, ну, в Сочи она где-то была. Она пошла следом за ним, раз за скала, где он работает, все. Пошла в милицию установить там, у вас такой работает, работает. Ну, и она приехала на родину, и все, его туда вызвали. Два месяца шел в суд. И он признался, что 10 человек расстрелял своими руками. О, какой предатель был. Ну, ему присудили тоже сразу в расстрел. Это после войны было. У нас была деревня, 42 дома. В 42-м году напали немцы. В 3 часа ночи нашу всю деревню сожгли. Представляете, какой крик, сколько детей. В 3 часа ночи, хотя бы днем, если вон один дом загорится, и то ух, ух, за ухом бегим. А это весь сельсовет подожгли, всех собрали. И наш городок там небольшой был. За колючей проволокой держали нас там месяц. Тогда перегнали под Брянск. Из Брянска в Рослов. С Рословля нас угнали в Причев, в Белоруссию. За Причев 45 километров. А где нас немцы держали? 4 месяца там пробыли мы. Вот. Ну, когда нас освободили Красная Армия, мы попали в такую... Как попали мы? В окружение ли как? Уже тут, когда напали наши русские, немцы где-то за горой удрали. Русские с одной стороны, а мы остались посередине лужайки. И подлезли мы к своим русским. Какая-то там яма гумно отгоревшая была. Мы в этой яме высидели целый день, пока нас освободили русские. Потом мы шли 9 суток до своей родины. Выбирали там прямыми дорогами, куда попасть. Пришли на родину, ни кала, ни двора. Погреб был. Погреби пока жили. Многие у землянков долго жили. Многие по 7 детей были. Муж не пришел. Убили его. Она, надо столько ей вырастить. 7 детей. И долго в землянке жили. Ни света, ни еды. Ну хорошо, у нас там крапива, лебеда, где что жили. Что посеяли, то что все там какие-то... И шли эсэсовцы, бишлирцы. Да всяких каких там только не называли. Они все убрали, что посеяно было. Все отставили. Ну и приходилось долго так жить. Пока восстановили все, построились. На себя таскали и гороны, и мотыгами мотыльчили. Не дай бог это никому пережить. А когда немцы убыли за изгородью, забыла, за колючей проволокой, нас через 10 дней водили в какую-то душогубку. Называлось вагон. Первый раз, когда нас гнали, ревы было, боже мой. Подогнали к этому вагончику. Всех заставили раздеться наголо. Эти все шмутки какие были, в одну веревку связали и номерок такой давали. Мы думали, нас это травить у душогубку. Они эту дежу сквозь трубу прогоняли, чтобы шиня ели. Как же, в день мы там прогнали там кучку. А нас поставить под какой-то душ, на кого брызнуть вода, на кого нет. Выходим, отдают эту дежу, одевались. Становились за километра, за поварешкой похлебки немецкой. Главное, что если бы один из семей пришел бы, отдали там сколько поварешек. Нет, чтоб усерд стояли на лицо. Даже с грудными детьми стояли у очередь. Похлебка это все, знаете, что там было. Ну, выжили. Не дай Бог вам, детки, этого пережить. Слушайте о своих родителях и уважайте. Учитесь хорошо. Боритесь за родину. Не отдавайте никаким врагам. Стойте настойчиво. Боритесь за все. Никому не уступать. Учитесь. Хочется, вот эти люди не просто уважение достойны все это поколение, которые прошли...